Музыка Так, ну, я перед началом коротко скажу. В субботник прошел. Будем считать, что прошел он хорошо, потому что участвовало в работе по санитарной очистке города почти 70 тысяч человек. А мы планировали на два субботника 100 тысяч человек, поэтому оценим еще день-другой, как мы планировали, когда вывезем все, что собрали с территории города, весь мусор и прочее. Вот. Таков результат. И будем готовиться к очередному субботнику 26 числа. Там будет акцент поставлен на посадку деревьев, кустарников, этим словом, вопросов озеленения города Омска. Ну, и то, что на сегодня в силу того, что там важные участки у нас еще остались, не везде доступны были, и завершить очистку города. В этой связи обращаюсь ко всем главам, ко всем структурным подразделениям, особенно это касается технической инспекции нашей. Вот. Нужно, так сказать, пройти еще один раз, сделать акценты на тех точках, на тех участках, которые не были на сегодня охвачены работой, и таким образом привести город традиционно, как после субботников у нас это происходит, город в очень опрятное состояние. Ну, вторым вопросом мы рассматриваем работу технической инспекции, мы несколько конкретизируем эту деятельность, чтобы не повторяться, я думаю, мы на этом, так сказать, завершим вступление. Таким образом приступаем к аппаратному совещанию. Значит, первый вопрос о реализации на территории города Омска федерального закона об образовании в Российской Федерации. Успехова Екатерина Витальевна, директор департамента образования. Сколько вам требуется для доклада? Как раз у нас о работе административных комиссий, административных округов. Вот там мы как раз и поработаем над содержанием доклада и над тем, что увяжем с субботником прошедшим. Все в памяти свежо должно получиться продуктивно. Пожалуйста, Актерина Дальевна. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые члены аппаратного совещания и приглашенные. В декабре 2012 года был принят федеральный закон Российской Федерации номер 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации. Вступил он в силу с 1 сентября 2013 года. Новый закон учитывает все многообразие возможностей получения гражданами России бесплатного качественного образования, начиная с дошкольного, возможностей профессионального совершенствования освоения новых технологий. Основные задачи нового закона об образовании представлены на слайде, и я их повторять не буду. В статье номер 1 предметом регулирования настоящего федерального закона являются общественные отношения, возникающие в сфере образования. Эти отношения и на реализацию права на образование, обеспечение государственных гарантий прав и свободы человека в сфере образования, а также создание условий. В связи с этим можно отметить несколько отличий закона, который действовал ранее, от нового закона. Это, естественно, у нас по мнению специалистов. Предыдущий закон об образовании был принят 20 лет назад, в 1992 году, и для своего времени он был довольно прогрессивным законом, который также отвечал всем требованиям того времени. Но в последнее время в этот закон начали вноситься большое количество изменений. Время не стояло на месте, необходимо было совершенствование. Новый законопроект учитывает российский опыт развития образования, закрепляет все последние изменения, произошедшие в отечественной системе образования, и закладывает основы для ее развития в будущем. Закон направлен на выстраивание отношений между гражданином и институтом образования. Во главу угла, и это, наверное, одно из принципиальных отличий данных законов, поставлен здесь человек и создание условий для его самореализации. Хотелось бы отметить, что новый закон об образовании, закон номер 273, можно так сказать, что он написан гражданами. Фактически, это первый законодательный акт нашей истории, который прошел от начала до конца процедуру общественного обсуждения, и в котором предложения граждан нашли реальное воплощение и положение в документах. Полтора года обсуждался данный законопроект не только в средствах массовой информации, но и на общественных слушаниях. Постоянно собирались педагогические коллективы, родительская общественность, где обсуждался очень активно все основы положения данного закона. За прошедшее время подготовки и реализации закона в муниципальной системе образования достигнуты следующие результаты. Продолжается освоение и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. И в 2014 году полностью начальная школа перейдет на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Если говорить дальше, то 17 школ у нас уже в городе реализуют федеральный государственный стандарт на ступени среднего общего образования. И пока еще мы не приступили к реализации на старшей ступени образования. Но хотелось бы сказать, что 2014 год это становится годом, когда мы вводим федеральный государственный образовательный стандарт на дошкольные ступени образования, которые в настоящее время тоже обозначены наряду со всеми другими ступенями образования, как отдельная ступень. В настоящее время организованы мероприятия по приведению нормативно-правовой документации образовательных учреждений в соответствии с законом. Разрабатываются и проходят процедуры согласования, регистровые новые уставы образовательных организаций нашего города. Такую работу мы должны продолжить, и она должна быть полностью завершена к 1 января 2016 года. И в настоящее время мы согласовываем и изменяем уставы у тех учреждений, у которых 2014 год был плановым годом по проведению аккредитации и лицензирования образовательных учреждений, а также в тех учреждениях, в которых есть плановые проверки исполнения именно федерального законодательства. Одновременно изменить 369 уставов, а такое количество у нас образовательных учреждений, которые входят в муниципальную систему образования, конечно же, не представляется возможным. Поэтому разработан план поэтапного введения новых уставов. Кроме того, нормативные правовые акты, которые у нас есть в учреждениях. В августе месяце, перед тем, как новый закон вступал в силу, мы провели большое августовское совещание, в котором была организована работа 10 секций, на которых обсуждались основные моменты, на которые необходимо обратить внимание. И поэтому до 31 декабря нормативно-локальные нормативные акты в учреждениях были приведены в соответствии с новым законом. Осуществляется переход и на новые профессиональные стандарты педагогических работников, в соответствии с которым главным профессиональным качеством педагогов становится готовность к переменам, мобильность и способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность принятия решений. Основной функцией органов самоуправления закон определяет предоставление общедоступного и бесплатного общего образования, которое в настоящее время включает, как я уже сказала, начальное, основное, среднее общее образование и уровни дошкольного образования. В этом плане одной из важнейших задач является удовлетворение потребности населения в предоставлении мест в детских садах. В рамках городской программы дорожной карты в 2013 году было открыто 3156 мест, в 2014 году мы ставим себе план открыть 3675 мест и в 2015 чуть более 9000 мест. Итогом будет 100% охват дошкольным образованием на территории города Омска. Большое внимание уделяется решению стратегической цели, на которую ориентирует закон это повышение конкурентноспособности муниципальной системы образования и города в целом. В этой связи требуется планомерное развитие профильного образования, которое рассматривается как фактор формирования нового качества экономики и общества в целом, как основа осознанного выбора профессий, получения профессионального образования и создания условий для работы высококвалифицированных кадров. В 2013-2014 учебном году, то есть в текущем учебном году, в школах города Омска действует 366 профильных классов. Наиболее востребованными и те, которые отвечают именно требованиям и родителей, и обучающихся являются, это классы универсальные, то есть общие классы, которые работают по определенной и общей программе, это классы физико-математические, социально-экономические. Несмотря на то, что в прошлом году мы констатировали в начале года те факты, в начале учебного года этого, что у нас очень мало детей поступали на технические дисциплины, в настоящее время мы уже проанализировали данную работу, и оказалось, что вообще физика – это не такой западающий предмет, как мы вначале об этом говорили. Физика – это предмет, который, если брать предметы по выбору на ЕГЭ, это второй предмет по выбору. Первым является общество знания, потому что общество знания в 90% вузах есть одним из предметов, который зачитывается при поступлении в вуз. И физика является вторым по выбору. И в этом году физику выбрало почти 3 тысячи выпускников из 6 тысяч, которые будут сдавать экзамены по выбору. Но, несмотря на это, огромное количество ребят, которые выбирают физику, выбирают математику, информатику в качестве предметов по выбору, к сожалению, к нашему, они становятся абитуриентами и в дальнейшем студентами не наших вузов, то есть не вузов нашего города. Функционирует в настоящее время 8 сетевых организаций по профильному обучению школьников, которые объединяют 33 школы и 17 внешних образовательных партнеров. Однако, несмотря на то, что вот такая сеть общеобразовательных учреждений с сетевым, с профильным обучением, она действует, она все-таки не удовлетворяет полностью потребности всех детей и родителей. Почему я сейчас объясню? В 60% наших образовательных учреждений на старшей ступени, как правило, организуется только один десятый и один одиннадцатый класс. Говорить здесь, конечно, о профильности обучения невозможно. Поэтому тогда, когда дети подают заявление в десятый класс, и если он формируется только один, как правило, принимается универсальный класс, а дальше дистанционное обучение по тем предметам, которые детям необходимы. Что мы делаем с этим и какие условия в дальнейшем для решения этой проблемы? Для решения этой проблемы и предполагается создание неких образовательных комплексов на основе объединения нескольких школ в одну школу. Тогда мы увидим преемственность. Преемственность, начиная с дошкольной ступени образования, потому что мы планируем, что к этим образовательным комплексам будут прикреплены и дошкольные образовательные учреждения, которые, как я уже сказала, в настоящее время тоже переходят на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Объединяя несколько школ воедино и увеличивая количество классов в старшем звене, мы можем говорить о профильности образования, о том, что у ребенка уже появится выбор, какой необходимо ему сделать. И поэтому для нас, конечно, одной из задач, и эту задачу нам ставит новый закон об образовании, что школа должна стать центром не только обязательного образования, но и центра занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. Создание единых образовательных комплексов позволит нам завести туда еще и учреждение дополнительного образования, и тогда ребенок в одном месте может получить сразу все услуги. Продолжается работа по формированию современной образовательной инфраструктуры, направленной на создание новых условий. Приоритетный национальный проект образования, комплексная модернизация общего образования позволили, конечно, увеличить долю учащихся, которые обучаются в школах с современными требованиями. Еще одна из задач создания наших образовательных комплексов – это то, что мы можем вложить деньги в развитие, например, одного кабинета физики и создать его по тем основным требованиям, которыми он будет отвечать, и отвечать требованиям тех стандартов, которые к нам предъявляют. Или одного кабинета математики, информатики и так далее. Те предметы, которые требуют у себя лаборатории и требуют от детей не только изучения теорий, но и практических навыков. Поэтому для этого были выделены деньги, и 10, 11, 12, 13 год проводилась модернизация. В рамках модернизации мы смогли приобрести 89 учебных кабинетов вот именно с современными лабораториями. На этих школах, конечно, в основном сейчас и организуется дистанционное обучение. Продолжается интеграция детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду. Закон закрепляет инклюзивное образование как равное образование для всех. В настоящее время в школах города обучается 981 ребенок-инвалид. Из них 260 деток обучаются на дому. Из этих 260 за последние три года, когда шла модернизация общего образования, мы смогли оборудовать 115 дистанционных мест. Что это означает? Дистанционное место оборудовано непосредственно в квартире у ребенка, и полностью здесь затраты нес областной бюджет. И такое же дистанционное место оборудовано в школе. И в школе могут и имеют такую возможность все педагоги, работая на этом дистанционном месте, напрямую в режиме онлайн общаться с ребенком. То есть не просто, как это было ранее, когда мы тоже подкрепляли детей к компьютерной сети и завязывали, они получали только задания и не имели вот такого общения с педагогом, хотя и нельзя его назвать, наверное, живым, но все равно в режиме онлайн общения оно для ребенка, наверное, очень важно. Сейчас такая возможность у нас есть. В настоящее время мы попросили и обозначили свои потребности и в том, что нам необходимо для детей инвалидов создавать условия беспрепятственного доступа в наши образовательные учреждения. И уже на сегодняшний день рассматривается 8 школ, которые к 1 сентября 2014 года будут оборудованы всем необходимым для того, чтобы дети, особенно с нарушениями опорно-двигательной системы, могли обучаться в наших школах. Решение задачи находится в рамках реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Межведомственная рабочая группа подготовлен и реализует муниципальный комплекс мер по реализации данной концепции. Дело все в том, что работе с одаренными талантливыми детьми тоже уделяется огромное место в новом законе об образовании. И здесь создан межведомственный совет, в который входят представители Департамента культуры, Департамента спорта и молодежной политики и Департамента образования. Ежегодно в муниципальной системе образования для обучающихся проводится более 200 мероприятий интеллектуальной, творческой, художественной, спортивной и технической направленности. Если посчитать общее количество участников этих конкурсов, то оно превышает количество учащихся в образовательных учреждениях. И это не ошибка, если у нас в настоящее время обучается 102 тысячи человек в наших школах, а примерно 130 в 2013 году приняли участие в наших конкурсах. Просто есть дети, которые принимают в конкурсах не один раз, а несколько раз участие и занимают призовые места. В образовательных учреждениях разработаны программы по работе с одаренными детьми. Открыты 27 городских инновационных площадок. 9 учреждениями являются участниками региональных инновационных комплексов по теме «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». Обучающиеся омских школ становятся победителями и призерами региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов и конференций. Если говорить про Всероссийскую олимпиаду школьников, то в этом учебном году мы получили 33 победителя, которые отправились на Всероссийский этап олимпиады. В прошлом году таких детей было 28. Вместе с тем назрела необходимость координации действий на межведомственном уровне для выработки предложений по интеграции механизмов поиска и поддержки одаренных детей в общегородскую систему выявления и развития молодых талантов, поддержки и распространения лучших практик в части реализации программ по работе с одаренными детьми, подготовки предложений и рекомендаций по созданию условий, обеспечивающих развитию и реализацию способностей детей. Необходимо возродить работу по обновлению и созданию программ психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. Новый закон также расширяет и роль родителей в образовательном процессе, закрепляет статус родителя как полноправного участника. Если в законе 92-го года полноправными участниками являлись педагоги и обучающиеся, то сейчас есть общественность и родители. В соответствии с этим уже у родителей появляются новые дополнительные возможности выбирать учебные предметы для своих детей. И вот здесь мы говорим уже о создании индивидуальных маршрутов обучения для обучающихся, и такое у нас уже в образовательных учреждениях есть. Есть и такая форма образования как семейное обучение, но говорить о том, что это положительный либо отрицательный опыт, наверное, пока рано. Нас очень беспокоит, что огромное количество детей, а их больше ста на сегодняшний день, перешли на данную форму обучения. Что это? Это на самом деле одаренные дети, которые могут за один год пройти две программы, либо есть какой-то другой мотив, ведь сейчас родители за организацию семейного образования получают деньги. Поэтому об этом мы будем говорить уже позже, тогда, когда подведем итоги первого учебного года. Немаловажную роль играют органы государственно-общественного управления, действующие сегодня во всех общеобразовательных учреждениях. Если мы раньше говорили, что это либо совет школы, либо педагогический совет, то сейчас создаются координационные советы, которые включают не только всех участников процесса, родителей, обучающихся и педагогов, но и общественные организации, которые располагаются на микрорайоне данной школы. И для решения данной задачи в 2015 году нам необходимо выстроить и внедрить систему независимой оценки качества образования, и мы сейчас над этим работаем. Мы уже запускаем пробные тесты и пробные мониторинги на удовлетворенность родителей и обучающихся теми услугами, которые они получают в наше время. Большое внимание уделяется информационной поддержке педагогических работников. Как я уже сказала, новый закон об образовании неоднократно рассматривался педагогической общественностью. Начали мы это делать на августовском педсовете, тогда, когда уже закон вот-вот должен был вступить в силу. Мы наметили и первоочередные, и долгосрочные перспективы по реализации данного закона. С целью того, чтобы было постоянно научное сопровождение, у нас заключены соглашения с Омским государственным педагогическим университетом и с Институтом развития образования Омской области. И в рамках этих соглашений действует не только курсовая подготовка, но действует и информационная поддержка, и обучение педагогических работников наших образовательных школ. Последнее мероприятие, которое мы провели именно по закону об образовании и по основным его направлениям, это первый Омский межмуниципальный образовательный форум «Будущее растим сегодня», который прошел 27-28 марта в нашем городе. И целью этого форума являлось обсуждение актуальных проблем в контексте современных требований. На сайте департамента регулярно освещается и появляется новая информация и информация о ходе реализации нового закона. В результате активной информационной поддержки, конечно, мы совместно с педагогическими кадрами преодолеваем множество трудностей, которые в настоящее время есть, а также трудности по информационно-методической поддержке, потому что новые федеральные государственные образовательные стандарты – это не те учебные планы и учебные программы, по которым мы работали раньше. Конечно, мы большое внимание уделяем, и в законе об этом тоже сказано, это подготовки молодых кадров. И в 2013 году были предоустроены 282 молодых педагога, с которыми мы ведем конкретную работу. Создан специальный координационный совет молодых педагогов. Есть конкурс профессионального мастерства, который называется «Открытие», где также могут проявить себя молодые педагоги. И все это, конечно, позволяет им остаться в наших образовательных учреждениях, закрепиться и понять то, что их труд тоже для нас необходим. Особое внимание, конечно, уделяется у нас сейчас и в рамках реализации закона по этапному введению и увеличению оплаты труда педагогического персонала. Но самое главное и больше всего отводится в законе место, наверное, это повышению качества образования. Решение поставленной задачи связывается с переходом к эффективному контракту, в котором наряду с конкретизацией должностных обязанностей и условий труда обозначены критерии эффективности деятельности. И начиная от критериев эффективности деятельности руководителя самого образовательного учреждения до критериев эффективности деятельности всего педагогического персонала, который работает. В настоящее время мы уже запустили критерии эффективности для работы наших образовательных организаций и уже попробовали. Даже стимулирующие выплаты руководителя мы в этом квартале назначали уже с учетом тех критериев эффективности, которые заработал учреждение. Хотелось бы сказать, что работа по внедрению и реализации нового закона об образовании идет, она будет продолжаться еще дальше Уже появляются новые коррективы и в этот закон, и поэтому мы в ногу со временем шагаем и выстраиваем образовательный процесс Спасибо Спасибо, Екатерина Таинжа Содержательно, но с нарушением регламента Извините Спасибо